Сейчас расскажу, какой контраст за год и три месяца в Канаде у меня. Боже мой, мне кажется, она так лицо поправилась. Я, в общем, спала. Так устаёшь, иногда днём сплю. Дочка говорит, ты проснёшься, опять заснёшь, проснёшься, опять заснёшь. Я с нашими стараюсь тут не общаться. Ну, не хочу. Общаюсь только тут с девочками, соседками. А так я стараюсь избегать наших людей. Не потому что я боюсь, просто не хочу. Мне неприятно, честно. Ну, знаете почему? Почему? Сейчас скажу. Такие мыли все, такие хорошие. А в Facebook зайдёшь, такую грязь льёт друг на друга. Я, конечно, не говорю за всех. Я работаю с канадцами. Привыкла уже до того, что канадцы всё время улыбаются, всё время приветливые. То есть наших баб даже в Костка, даже везде видно за километр. Разукрашена, в основном, я не говорю за всех, а разукрашена я киндей, джо, нарощенные волосы, ресницы. Это сразу наша. И морда. Вот такая. Без улыбки там нечаянно толкнёт тележкой. И парыляк она. И пошла дальше. А мужчины, тоже не говорю за всех, не все. В основном. А мужиков наших я вижу. Это вообще, это не истравить уже, мне кажется, до смерти. Это затравленный взгляд. Просто затравленный. Он всего боится. Опускает глаза. Как я различаю мужчину нашего и канадца. По взгляду. Канадец дружелюбный, смотрит. Наш. Вот так, вот так. Боится. Всего боится. Дёргается. Я опять же не говорю за всех. Ну, наши, я не говорю это только украинцы. Русские, словаки. Поляков я тут не встречала, но я иногда работаю с словаками. И вот сегодня так вот, знаете, неприятный такой момент был на работе. Я работаю с двумя словацкими женщинами. Я сначала подумала, что они поляшчики. Акцент. А потом думаю, не, поляки больше пшикают. И я спросила, кто они. Они сказали, что словаки. Потому что я понимаю чуть-чуть язык. Так процентов 30, что они говорят. Ну, до конца не. И они говорят, что словачки. Ну, ладно, я с ними работаю. Мы из разных клининговых компаний просто. Но нас объединили в одну. И обычно я прихожу. Даже клининговая компания. Даже, ну, я разные точки у меня. Ну, все улыбаются. И я улыбаюсь. Я уже, в принципе, мне не тяжело в Канаде улыбаться. Я человек очень веселый, добродушный. У меня всегда улыбка до ушей. Я всегда улыбаюсь. И мне абсолютно не тяжело. То есть мне даже это приятно. Улыбаться всем и вся. И я радуюсь искренне. То есть я настолько уже привыкла. Hi, how are you? То есть и такая... Ну, мне это... Мне никак вообще не тяжело. Я знаю, что нашим некоторым тяжело. И вот прихожу я на работу сегодня. А эти две бабы... Я, ну, как всегда, аж улыбка до ушей. А, hello. Знаешь, такая... И она... И вторая аж так же... И она такая... Good morning. Она... И пошла. И так это дико. И видно, что они эмигранты тоже не очень давно. Такие, я знаю, надутые, напущенные. Уже очень... И от этого очень... Знаете, до конца рабочей смены мне так неприятно было работать. Вот честно. Я настолько привыкла, что люди все очень... Ну, даже... Даже вот эта у меня на работе супервайзер Дэби, она очень такая вредная сама по себе женщина. Но она все равно улыбается. Ну, мы там с ней немножко можем погоркаться. И тут же мы обворачиваемся, и тут же смеемся, и тут же улыбаемся. И see you tomorrow. Я считаю, что это правильно. Потому что, когда человеку такой весь напыщенный и надутый, мне уже вообще неприятно работать. Всю смену смотришь на нее, понимаешь, как будто я не знаю. Вот как у вас, скажите. Я уже настолько отвыкла от этого. И когда видишь, как-то так неуютно сразу. Я еще и по этой причине не вернусь к нам. Но в России, вне Украины я уже не смогу, наверное, все такими жить.